С утра пророссийски настроенные граждане возобновили пикетирование здания управления СБУ на улице Еврейской. Сторонников было около сотни. В основном уже знакомые по пророссийским митингам лица. Организаторы акции обещают стоять бессрочно, пока не отпустят их лидера. Правда, о своих дальнейших намерениях, в случае, если Антона Давиченко не отпустят, говорили сдержанно. Мы будем стоять до тех пор, пока Антона не отпустят. Мы ждем решения суда, которое будет сегодня. Надеемся, что его отпустят. Потому что по факту ему предъявить нечего. Они могут только сфабриковать то, что они хотят. Мы понимаем, что с нынешней властью, в принципе, возможно, все. Но мы стоим здесь, чтобы показать, что если его будут закрывать, то есть люди, которые против этого. Люди, защищающие интерес Антона Давиченко, утверждают, что не понимают, за что задержали последнего. Ведь не было призывов к сепаратизму, свержению власти, а только к федерализации русскому языку, как второму государственному, и расширению полномочий местного самоуправления. И все требования выдвигались исключительно в рамках закона, в том числе и вчерашние. Стояли в основном бабушки, дедушки и женщины. Не было никаких агрессивно настроенных людей. Все были очень доброжелательны, но хотели услышать ответы. Руководство посчитало, что с нами нет смысла общаться, потому что, видать, мы не той категории люди, чтобы нам отвечать на вопросы. У нас все более цивилизованно происходит. Мы не выкидываем никого на мороз, не привязываем никого. Даже не захватывали ОГА у нас в Одессе, собственно говоря. Мы просто требуем наших конституционных международных прав. Стоит напомнить, что происходило перед зданием Одесской облгосадминистрации в начале марта, во время сессии областного совета. Как будто и не было снятия государственного флага, не было разбитых стекол административного здания. Не обошлось без инцидентов и на данном митинге. Брат Давиченко Артем решил якобы поснимать сотрудников СБУ на телефон. И один из них отмахнулся, повредив аппарат. Инцидент был исчерпан, за телефон якобы сразу заплатили. Однако и этот эпизод подняли на знамя борьбы. Посмотрите, что они начинают делать. Это прямые провокации. Они провоцируют одесситов. Они провоцируют конфликты. Они стараются сами расколоть эту ситуацию и накалить ее до предела. Они сами хотят, чтобы одесситы вышли. И провоцируют их на то, чтобы они действовали кардинально, так как действуют везде у нас в стране. Если они не будут адекватно и справедливо относиться к нам и к нашим лидерам, то мы будем действовать соответственно с тем, как поступают с нами. Пришедшие на митинг люди скандировали «Беркут», «Одесса вставай», требовали освободить своего лидера, вспомнили погибших правоохранителей. В адрес милиции и СБУ представители власти и просто несогласных раздавались нелицеприятные отзывы. «Беркут» Скоро придет такое время, когда ваш канал просто закроют. Мы закроем одесситы за вранье. Фашистский канал. И все ваши ведущие надо тоже взять, посадить и на нары. И туда, как Сталин вывозил это самое в лагеря, в Соловки. И ваших ведущих тоже надо туда вывозить. Вы просто уроды, уроды вы. Просто уроды. Стояние под зданием СБУ ничем пока не закончилось. В итоге часть людей продолжила свое пребывание на еврейской. Часть направилась к зданию генконсульства Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова